Ну, тема сегодня, на самом деле, она достаточно такая. Мне бы была она интересна, но, как уже Антон написал, наверное, это интересно сугубо людям, которые готовы на такие приключения, кейверы, и делать какие-то первопроходы. Это, наверное, не каждого вам заинтересует. Вот не каждому интересно, не каждому охота. Хотя, в общем-то, на самом деле, это очень интересное занятие. И если бы я, например, мог бы вас с собой взять когда-нибудь куда-нибудь, то со мной еще не было. Тут Антон присутствует. Вчера Даша была, она со мной была. Больше я вот так смотрю, со мной никто из вас не ездил по каким-то экспедициям. Поэтому вы бы поняли, что это звучит очень как-то сложно и как-то, я не знаю, опасно. На самом деле, это далеко не так. На самом деле, это здорово. Экспедиция — это реальное приключение. Причем такое приключение, которое, возможно, в жизни у вас больше не будет. То есть, есть такая возможность, нужно и пользоваться. Это, как бы, опять же, завязано на определенные физические, возможно, где-то требования. Хотя тоже у меня, ко мне ездят достаточно люди в возрасте. Как-то желание, как-то возможности, потому что на каком-то этапе ты понимаешь, что все, как бы ездить я никуда не хочу, может, и не могу, ну и так далее. Окей. Поэтому, наверное, первое, с чего вообще начинаются первопоходы в пещерах, это мотивация. И мотивация здесь у каждого человека где-то своя. У меня мотивация, она достаточно простая. Я вчера это говорил. Большая часть людей, я смотрю, вчера тоже были. Поэтому, наверное, я повторюсь, но все же это мне нравится побывать там, где еще никого никогда не было. Наверное, это самое клевое для меня, что вообще можно что-то представить. То есть, я был, мы были там, где до меня не было ни одного живого человека. Это реально прикольно. Я видел такие вещи, которые 99, наверное, очень много девяток за ней никогда не видели и не увидели. То есть, вот Антон, как бы он был, мы были, значит, вместе в Китае, и он как бы это может подтвердить где-то, что это реально прикольное приключение. Причем осознание самого приключения приходит обычно позже. То есть, пока ты находишься там где-то в этой экспедиции, это как бы ты работа, ты, извиняюсь за выражение, где-то затраханный, ты там ныряешь, лазишь, где-то ползаешь и так далее. Потом все это тебе кажется каким-то очень ужасным, и где-то тебе нужно что-то там делать, носить, забивать, таскать, погружаться, снова выносить, ехать, забиваться, чистить снаряги и так далее. А потом ты вливаешься постепенно в эту вот рутину, и на каком-то этапе, значит, это все становится как-то, ну, обыденно, и ты как будто вот, не знаю, полжизни только тем и занимался, что вот где-то лазил там по этим пещерам или где-то находился в горах, я не знаю, еще где-нибудь на природе. Вот, вот Антон пишет, да, затягивает очень круто, да, это реально круто, на самом деле, ну, может, я просто в жизни не так много видел, мне так сравнить нечем, я хотя и как-то, естественно, и где-то и по горам успел полазить, и по пещерам я успел полазить, и, в общем-то, и на море я был, и где я только не был, но для меня как-то это вещи такие, все-таки это, как вы понимаете, достаточно опасный вид спорта, кейф-дайвинг, в общем-то, он, так, если по статистике брать один из самых опасных, то есть после бейс-джампинга он на втором месте стоит, и если мы убираем, опять же, туристические пещеры, наверное, он вот в таком экспедиционном варианте, наверное, он действительно реально опасный. Опять же, берем это все немножко в кавычки, потому что вот как бы тема-то планирования, поэтому планирование первопроходов, оно вот базируется, оно вот как вот, как кубики, как ледо. Вот оно все вместе, как в одну картинку складывается, тогда, когда есть такое общее представление и понимание, как это должно работать, потому что многие вещи друг без друга не работают, вообще никак. То есть это касается и логистики, это касается и количества людей, финансовая нагрузка на этих людей и принимающая сторона, потому что, скорее всего, это не у вас в стране проходит, то есть вам надо лететь или ехать. В общем, здесь такая мозаика, которая собираться начинает в картинку только при определенных усилиях с вашей стороны или со стороны организатора. Хотя вроде кажется там, что, ну какая работа у организатора, ну что, он там позвонил туда, заказал одно, ехал. На самом деле это, естественно, далеко не так. И я вам просто расскажу, как приблизительно выглядит с нуля вот подобная экспедиция и как она приблизительно... Экспедиция не подразумевает под собой обязательно житье в палатке, да, и готовить на примусе. То есть экспедиция, она всегда это подразумевает собой обычно очень энергоемкое занятие в каком-то месте, которое не является туристическим в плане того, там нету для этого располагающей там и логистики, и удобств каких-то, да. То есть это получается, вы в полевых условиях пытаетесь где-то занырнуть, и в этих же полевых условиях вы остаетесь, забиваетесь, живете и так далее. Полевые условия, опять же, в кавычках, потому что, например, вот и в Европе, где я участвовал в экспедициях, и в Китае, Грузии, Штатах и т.д. и т.п., везде выглядит это достаточно схоже, и это, конечно, здорово. С одной стороны, потому что сейчас жить в палатках, ну, вот следующая экспедиция в Грузию, и, возможно, там придется какое-то время пожить в палатках, хотя и палатки, палатки, которые у нас есть в представлении, экспедиционная палатка там 30 лет назад, это далеко не та палатка, которую сейчас можно купить. То есть, как вы понимаете, нынешняя палатка – это очень комфортабельное такое жилье, и никакого сравнения с палатками, которые были когда-то раньше, она больше не имеет. То есть, в общем-то, можно с комфортом жить и в такой палатке. Но на данном этапе вот те экспедиции, которые я провожу, они все-таки немножко больше заточены, потому что я понимаю, что люди приезжают, иногда тратят свое время, они хотят еще немножко как бы отпуск, поэтому в этой экспедиции я пытаюсь им предоставить максимум комфорта. То есть, обычно это есть гостиница с нормальной кроватью, с теплой горячей водой, душем, ресторанами какими-то есть, которые, ну, будут, возможно, недорогие, точнее, скорее всего, всегда будут недорогие, но достаточно все это уютно, комфортабельно и так далее. То есть, отсюда нужно и начинать. Ну, и начинать, окей, ну, как говорится, мы про мотивацию уже поговорили, для каждого она своя. Для меня мотивация – это вот приключение, побывать там никого не было. Ну, плюс, конечно, клево, потому что вот Антон в курсе, да и в курсе тех, кто со мной ездит, и вообще официально это так, что если вы делаете первопроход, любую часть пещеры вы можете назвать любым именем, да, ну, если это не противоречит каким-то там, я не знаю, нравственным нормам, да, и не будет какой-то полностью глупым каким-то названием. Поэтому вы можете увековечить свою жену, ребенка, я не знаю, там, назвав именем какую-то галерею, сухую часть пещеры и так далее. То есть, в общем-то, это достаточно, хотя бы даже с этой стороны это прикольно. Может, это, конечно, для меня, ну, на самом деле не играет такую существенную роль, но для некоторых, наверное, это было бы прикольно, там, назвать, я не знаю, мою дочку зовут, там, Алиса, вот мы всплыли в сухом зале Алисы. На самом деле, есть в пещерах, там, и моей жены есть где-то сухой зал и так далее. То есть, ну, это все забавно. Сразу говорю, моим именем ничего не названо, потому что мне это не так важно. Мне больше важно, вот, там, значит, где-то всплыть найти это там, или ходовик растянуть, это да, и, как бы, провести эту экспедицию, это клево. Назвать это немножко не мою сторону. Вот. Поэтому это, как бы, еще и с этой стороны достаточно забавно, прикольно, причем потом, рано или поздно, эта пещера картографируется. Опять же, кто это делает, какие команды, это уже не так важно, но на официальных картах будет, вот, присутствовать вот эти вот названия ваших, там, которые вы дали этой пещере, потому что вы, как первый проходец, имеете полное на это право. Вот. То есть, хотя бы с этой позиции это уже достаточно такое забавное, то есть, классное. То есть, второе, конечно, это вы побываете, скорее всего, в стране, возможно, в которой вы не были, а еще не просто где вы не были, а вы побываете на природе, куда бы вы просто так не проехали. Это, как уже я неоднократно говорил, это не туристические места. Означает, что, скорее всего, там нету толп туристов с фотоаппаратами, и то есть вы увидите реально живую природу, которая действительно вот есть. То есть, чаще всего пещеры, где мы ныряем, это источники, и источники искать нужно, опять же, это много разных способов, как это делается, но их ищут по картам, берут данные у настоящих профессиональных, извиняюсь, пилиологов. Я включаю чай между делом. Вот. Берут карты гидрологические, пользуются даже и Google Maps, и т.д. и т.п. съемками или геологическими картами, которые есть в различных институтах, и по ним пытаются, в общем-то, по большей части и большее количество источников, ну, оно известно, особенно если страна небольшая, и эти источники, они так или иначе присутствуют где-то в бумагах. То есть, но они, большая часть их вообще неинтересна. Только если эта страна, скажем, недостаточно сухая, вот в Израиле все источники, естественно, они под охраной, и так или иначе они используются. То есть, поэтому найти пещеру в Израиле практически нереально, чтобы это был источник. То есть, там есть источники, есть пару очень больших, с большим расходом, но они все переоборудованы, на них либо стоит гидроэлектростанция, либо там забирается вода, либо разбит парк и сам ход в пещеру, он разбит на много различных, грубо говоря, как бы маленьких таких подысточничков, в которые залезть невозможно. Либо это источники, которые не представляют интересы, они достаточно с маленьким расходом, то есть воды оттуда выходит не так много, они неинтересны там забирать воду, то есть, как бы на этом, с этой точки зрения, они не представляют интереса, но они представляют для нас определенный интерес, потому что их можно разрабатывать. Что означает разрабатывать? Это вообще отдельная история. Это когда саму пещеру пытаются сделать нырябельной, то есть ее пытаются сделать шире, разрывая или разрывая иногда часть вот ту, которая мешает пройти, в надежде на то, что дальше пещера будет больше. Часто так действительно случается, но бывает так, что, к сожалению, эти усилия пропадают, да. Например, в Израиле я там с ребятами копал одну пещеру, вот, где они присутствуют здесь сейчас на вебинаре, они знают, это фермальный источник, я забыл, как он называется. Ну, в общем, последний раз, когда я там был, ну, от нечего делать, руками я там разгреб, достаточно много, и туда уже можно влезть там практически на весь корпус, вода идет оттуда достаточно таким хорошим потоком, и вода теплая. Теплая вода означает, что, скорее всего, термальный источник будет уходить на глубину, и есть шанс, что там будут объемы какие-то, но это нужно разрабатывать. Но проблема в том, что сам источник находится на территории парка, и просто так там ковыряться каждый день, там, или с отбойным молотком нельзя. То есть отсюда следует другой сразу же автоматом вопрос. Это кроме моей мотивации нужно найти эти источники. Где источники искать, я уже сказал. То есть проще всего это иногда включить Google Maps или Google Earth, и, значит, там смотреть, откуда начинаются ручьи. То есть вы берете какую-то реку, и в притоке этой реки вы смотрите, откуда они идут, с гористой какой-то ручьи, и где-то они обрываются. То есть они якобы вот отсюда начинаются в насильник. Там вы ставите крестик, после чего пытаетесь туда пробраться. Ну, естественно, опять же, вы находитесь в какой-то стране, и отсюда куча сразу же разных других проблем. Самая первая проблема – это удаление самого источника от проезжей части, к которой вы приедете. Вы явно приедете туда машиной, потому что у вас есть снаряжение. То есть какой бы замечательный источник ни был, но если он находится там вверх по горе в 5 километрах, то без посторонней помощи туда будет относить снарягу нереально. То есть это можно сделать, но это очень сложно. То есть вы будете упираться уже, кто вам помогает, либо это вы будете сами делать. Если вы будете сами делать, нужно ли вам в этот же день будет оттуда выбрасываться? Если вы бросаетесь, да, то, ну, понимаете, что каждый день тащить на 5 километров снаряжение вам будет нереально. Значит, снаряжение остается там. Но как вы забьете газы? Значит, нужен компрессор, который, то есть бензиновый какой-то компрессор, который тоже вы попрете туда, который тоже очень тяжелый. То есть на какое-то количество людей, оно должно присутствовать свыше, возможно, тех участников, которые будут нырять. В общем, все это становится очень сложным реально. То есть и по моему опыту, больше чем где-то километр-полтора по какой-то пересеченной местности куда-то тащить что-то становится крайне сложно. Поэтому все в пределах вот километра полутора это еще как-то нормально. Все, что свыше, это больше. Желательно меньше. Хотя вот опять же Антон, как говорится, и Даша, Дашу я как-то сейчас не вижу, но она тоже была. В Китае мы последний раз и до этого в этой пещере ныряли. Мы ныряли в пещере, в которой находится сифон, в которой ныряли практически в 5 километрах от входа в пещеру. То есть по сухой пещере надо идти практически 5 километров. Ты туда тащишь свое снаряжение. Естественно, ты идешь не просто идешь как по асфальту. То есть тебе приходится карабкаться куда-то, забираться, слезать. Где-то начнете четвереньках пробираться, где-то по поясу или по грудь в воде. В общем, все это дело, ну, такое совсем приключенческое становится. Но пещера того стоит. Та пещера, где мы были, она достаточно интересная в плане того, что она огромная. То есть объемы очень большие в сухой части. Она многоярусная. То есть там три яруса в этой пещере. Причем каждый ярус выглядит отдельно. То есть я там лазил, как поза прошлой экспедиции. Она сама по себе очень мега красивая. Там можно сделать красивые съемки. Можете я там, или вы посмотрите. У меня на Фейсбуке там где-то были даже ее фотографии, где... Ну, это не мои фотографии. Там есть и мои, где мы там стоим внутри пещеры и видно, насколько она большая. Есть еще где-то сделали китайские спелеологи. Там реально видно объемы, насколько она громадная. То есть это сухая часть. Но, к сожалению, эта сухая часть, она на тот момент закончилась непроходимым для спелеологов-сифонов. сифоном, которые захотели, значит, узнать, что там дальше. Запустили робота Рова. Робот там успешно застрял. И мне предлагалось, значит, там занырнуть, чтобы, ну, хоть как минимум вытащить оттуда этого робота, но в идеале пронырнуть дальше. И это было в две экспедиции назад в Китае. Я ныряя там со своим товарищем немецким, в общем-то, мы смогли пролезть на другую сторону, первый сифон пронырнуть. А в экспедиции, которая была вот сейчас, мы вот как раз Антон и Костя, еще один хороший товарищ, который был мы, значит, пронырнули первый сифон, дошли до второго сифона, и во втором сифоне я там лазил, потому что там просто меня одного забрасывали, потому что там примерно где-то метров 300 надо идти еще, значит, по сухой части до следующего сифона. То есть ребята мне помогли, большое им за это спасибо, туда забросить мое снаряжение, чтобы я мог бы посмотреть следующий сифон, насколько он проходим или нет. К сожалению, видимость была такая, что я там где-то в посьмах лазя, умудрился изострять, и, в общем, я долго очень там лазил, и ничего я не налазил. То есть я провожу где-то метров, наверное, 50-60 ходовика, в общем-то это немного. Может, да, скорее где-то 50, наверное. В общем, это немного. Я провожу ходовика, и никуда не вышел, то есть, но пещера перспективная, единственное у нее логистическая проблема, это затаскивать к первому сифону 5 километров по сухой части, и потом, соответственно, уже за первым сифоном, это еще 300 метров, причем двигаясь по ложу пещеры, которая достаточно такой зыбкая, где-то проваливаешься по щиколотку иногда, в песок и глину. Ну, в общем, не очень удобно. То есть это все достаточно такое сложное с этой стороны. Но это того реально стоит. Это мега приключение, это мега классно, это интересные съемки, это есть что показать, что вспомнить. В общем, это здорово. Вот, значит, логистика, она опять же тоже упирается в район, где проводится экспедиция. То есть обычно он находится где-то за пределами города, куда вы прилетаете или приезжаете. Ну, понятно, что это где-то недалеко, явно от каких-то населенных пунктов, но это явно не будет рядом с Нью-Йорком, с Тбилиси, с Пекином или еще где-то. То есть поэтому вы прилетаете на место, и первое, что вы, с чем вы сталкиваетесь, это, конечно, местные, как даже назвать правила, местные, ну, не знаю, там, законы, которые вас будут лимитировать, например, в Китае, в общем-то, по-хорошему, нельзя взять, просто пойти и занырнуть куда-то там. То есть это просто делать нельзя. По идее, вам нужен чуть ли не гид. То есть в первых экспедициях нам насильно за деньги от дайв-центра заставляли брать гида, который ничего не делал, он даже толком нам не помогал, а он с нами ездил, смотрел, значит, чтобы мы там, не знаю, не делали то, что не нужно, снимали то, что не нужно, ну, и так далее, и тому подобное. Потому что, как-то, если брать Китай, то понятно, да, там, как с политической системой и т.д. и т.п., все это ясно. Это, конечно, не Корея Северная, но, то есть, определенная цензура есть. Вот. Но сейчас мы как бы ныряем, ну, не совсем ИГРКГБ, но примерно так, да, то есть вас мониторят. А вот не далее, чем в прошлой экспедиции у нас был такой случай, когда мы, местные жители, это еще один такой интересный момент, местные жители воспротивились погружению ям в этой пещере, которая, значит, находилась, которая была интересной, в общем-то, она была нашим полигоном. То есть пещера, скажем так, почти вся обнырена до определенного места, которое надо разрабатывать. То, что я рассказывал, вот там где-то придется завал, и этот завал нужно, по идее, разгребать. Возможно, где-то есть дополнительные какие-то галереи, которые мы не нашли, то есть это тоже возможно. Но основной ход, который как бы ведет дальше вглубь пещеры, он завален, и там надо работать. То есть, ну, пещера интересна тем, что у нее очень легкий подъезд, и она как полигон достаточно классная. То есть, если вы приедете, вы не можете сразу лезть куда-то в тяжелую пещеру, вам надо разныряться. Ну, как бы. То есть, вот для этого как раз эта пещера была идеальна. Так вот, местные жители, любители алкогольных напитков, они, значит, решили, что делать с дайвером там нечего в этой пещере, хотя самое интересное, что принимающая сторона, там Женя договорился с местным мэром, который нам разрешил там нырять и даже, более того, картографировать эту пещеру, чтобы, возможно, когда-то привлечь там и туристов, и, ну, это для, понятное дело, для этой деревни, которая там рядышком находится, это определенная такая возможность заработка денег. И на самом деле там, поскольку это Китай, это все достаточно успешно там разрабатывается. То есть, если взять вот пару лет, которых туда я езжу, то есть из сухой пещеры, которая там находится выше, они уже сделали достопримечательность, причем делают тут они так с размахом, бульдозерами, экскаваторами, делают подъезд, разгребают пещеру, поставили, значит, там статуи Кинг-Конга, здорового, чуть ли не настоящий рост. После чего это явно будет туристическое место, и, естественно, с этого будут зарабатывать какие-то финансы. Это деревня, которая там рядышком находится, продавая, не знаю, сувениры, ресторанчики и т.д. и т.п. В общем, у нас с этим мэром была договоренность, но местные жители решили по-другому, позвонили в полицию, полиция приехала и запретила нам нырять, и если бы не как бы у нас были знакомства с местными спелеологами профессиональными, которые смогли позвонить в полицию и ситуацию отрегулировать, нас бы оттуда поперли. Но сейчас на данном этапе ситуация уже решена, потому что после этого Женя уже снова разговаривал с этим мэром, мэр снова подтвердил, что мы можем там нырять и так далее. Я вам просто это рассказываю к тому, что местные законы, они должны учитываться при проведении подобных мероприятий. Например, во Франции пещеры в 90% находятся не во владении городской, а они находятся в частных владениях, и поэтому если какие-то в этой пещере происходят происшествия, то чаще всего просто-напросто эту пещеру владельцы закрывают, и больше никто там никогда нырять не будет. Или если такая пещера мешает, например, проезду, есть там такая Ланденус пещера во Франции, то фермер, который, его владение находится, это пещера и поле, и если заставляют своими машинами въезд к этому полю, то он просто-напросто это дело перекрыл, запретил нырять и все. Поэтому это очень важно знать, можете ли вы погружаться именно в данном месте, либо вы будете делать на свой собственный страх и риск. Вот. Если вы приехали, если вы уже знакомы со страной, вы понимаете, значит, как себя здесь в этой стране можно вести, то следующее это, ну и вы хотя бы как минимум понимаете, куда вам ехать, где вы по картам нашли вот эти вот источники, вам нужно снаряжение. То есть вы не повезете с собой баллоны и компрессора. Ну, понятное дело, можно там из России проехать в Грузию, можно из Франции поехать в Испанию, Португалию, Италию, Германию и так далее. Но если брать большие какие-то перелеты, полететь, попутешествовать по штатам, то, естественно, вам нужно где-то будет брать снаряжение и за него платить. То есть и будет ли вообще в этом месте снаряжения тоже вопрос. То есть поэтому это отрабатывается, как уже вопрос чуть ли не первичный, где мне взять баллоны и забивать их, если я захочу там нырять. То есть идеальный вариант это какой-то дайв-центр, который с вами готов сотрудничать на какой-то безвозмездной или возмездной основе помогать вам либо зарабатывать на этом деньги. И, значит, вместе с этим дайв-центром вы можете брать это снаряжение компрессора и где-то там нырять. То есть если с этим и с этим вы разобрались, то с iPad выключите, говорит Игорь. Кто-то все время покашливает. Да, есть такое. Я выключил. В общем, если разобрались вот с этими вопросами, ну, вы приезжаете, все, у вас есть, у вас есть снаряжение, у вас есть какой-то, вы считаете, перспективный источник. Насколько он перспективный, понять достаточно просто. Нужно понимать, насколько много воды из него выходит. То есть чем больше воды выходит из источника, вот прям литраж, да, берется в минуту, там, секунду и так далее. То есть тем больше шансов, что пещера будет достаточно большая и в плане объемов, в общем-то, и в плане длины. То есть это тоже важно. То есть как бы пещера, может быть, еле-еле я пролез, но пролез, и через пять метров я уткнулся в завал какой-то, который мне стал неинтересен. То есть обычно пещера, из которой выходит много воды, она длинная. То есть у нее достаточно большой будет объем и длина этой пещеры. То есть, ну вот, значит, вы нашли эту пещеру, из которой вываливается там при осадках или вообще много воды. Это вы видите, что пещера, ну, пещера идеально чистая бывает крайне редко, но вы видите, что она изменяется там с осадками или ее вода, чистота, с какими-то погодными условиями, либо с временами года и так далее. То есть это зависит, опять же, немножко от гидрологии. Ну, туда лезть, наверное, вам смысла особо нет, но хотя, если как бы вас эта тема интересует, тогда занимайтесь корстоведением и гидрологией и смотрите, какие, значит, там, аквифер, пласты, водяные, сколько их, куда они двигаются, на каких глубинах и так далее. Но обычно голову все никто этим не заморачивает. То есть хотя, в общем-то, и нужно было вам. Но все пытаются сунуться просто в эту воду и посмотреть, что же там. Ну вот, сунуться, на самом деле, отсюда, вот если взять всю эту подготовку, то есть производится обычно разведка боем. То есть люди, которые нас принимают, обычно я прошу всегда разведать какие-то интересные мне места, либо эти люди уже находят под меня, под мою поездку, какие-то интересные места. То есть я им говорю, какие мне интересные требования, то есть, ну, то, что я вам уже перечислил, да, недалеко желать над дороги, желать над большим объемом, воды, желательно, как-то хоть более-менее удобно, ну, и т.д. и т.п. То есть я прошу найти вот под мои требования каких-то пару объектов, да, и люди на месте, которые находятся, или я им даже на карте показываю, они могут поехать и как минимум посмотреть. То есть я не говорю, а ты знаешь, еле мы туда забрались и с снаряжением туда лезть невозможно без, там, каких-то уже альпинистских техник, да, то есть, а это уже, опять же, это еще отдельный вопрос, то есть, как мы будем снаряжение спускать, если нужно спускать, и поднимать, если нужно поднимать, то есть, если это нельзя, с наскок вот так вот, пешочком пришел и упал в воду. То есть пещера-то тоже, объект-то может быть интереснее, но вот уже в самой пещере, там, может, надо пройти, там, вроде всего 50 метров, но эти 50 метров по вертикали. То есть, это уже тоже проблема. Значит, нужна техника СРТ, значит, надо уметь пользоваться, там, кролями, жумарами, обвязками и т.д. и т.п. И не просто уметь самому пользоваться, а еще и учить, скорее всего, своих вот участников вот таким вот не совсем тривиальным вещам, чтобы сделать там погружение. Опять же, стоит ли оно? Потому что, если рядышком есть еще 5 разных пещер, ну, наверное, эту пещеру надо оставить под конец, если другие 5 будут отработаны. Ну, ладно, мы возьмем за основу, что вы можете туда подойти, вам помогут занести снаряжение и так далее. Отсюда следующее, значит, команда, сколько людей, как они пойдут, кто пойдет первым, кто пойдет второй и так далее. Естественно, запускать людей, которые никогда не ныряли в незнакомых им пещер, ну, нельзя первыми, просто нельзя, это достаточно опасно. То есть у людей не то, что там сама пещера, какая-то она мега-мега-мега-мега сложная, это просто количество информации на человека, да, вот пресловутый task loading, он будет настолько загружен вот этим стрессом, что банальные вещи он просто пропустит, и погружение, ну, как минимум, будет неэффективным. То есть это где-то они провозят там в пределах 10-15 метров отхода, кое-как проложат криво-коряво ходови, после чего ты будешь плыть и потом все это дело переставлять и тратить лишнее время. То есть они, в общем-то, сделали бесполезную работу. Более как бы оптимальным здесь было бы идти опытному человеку первому, в компании с менее опытным, и вторая группа, которая заходит в воду, скажем, там возьмем 30 минут позже, а это тоже опытные и тоже менее опытные люди. И тогда первая группа, которая идет на выход, либо под водой может передать информацию, что они там сделали, либо они ждут, пока первая группа выйдет, и после этого идут сами. Тогда работается проще двумя группами, чем забивать пещеру, там, не знаю, шестью, восемью участниками, которые будут только мешаться. То есть поэтому здесь, такие организаторские способности, они, естественно, приветствуются и должны быть как бы. Вот. Кто идет первый, обычно на него, естественно, вот все шишки. То есть ему нужно смотреть и за пещерой, и смотреть направление, то есть сверяться постоянно с компасом, и смотреть за ходовиком, и смотреть за своим, возможно, партнером, ну и партнер за ним, естественно, тоже смотрит. И смотреть, значит, за стрелками, и за, ну, куча всех вот тех самых вещей, которые я там вчера пытался вам рассказать по ходовику, стрелкам. То есть за этим все, всем нужно одновременно, причем смотреть, причем достаточно, ну, так, серьезно это все просматривать, но желательно не торопиться, потому что ошибок здесь допускать ни в коем случае нельзя. Вот. Из этого исходит, что, скорее всего, первая группа, как и вторая, будут проходить небольшими отрезками, но это тоже неплохо, потому что всегда люди, когда, скажем так, респект, уважение чувствуют перед пещерой, а это всегда должно быть, они, естественно, будут стараться, как можно оптимальнее проложить этот ходовик начальный, да, который, то есть они его будут реально мотать мертво. Это, в общем-то, и хорошо. То есть это дает какой-то запас прочности. То есть на скоком в таких вещах работать нельзя, и это все чревато. Вот. Поэтому люди заходят, первая группа начинает работать, меняются, возможно, без проблем, особенно это на брифинге было оговорено, значит, кто чем занимается, это очень важный такой момент. По брифингу я уже вам рассказывал, но пещерный брифинг, в общем-то, не сильно отличается от стандартового, то есть я тоже пользуюсь этой пресловутой аббревиатурой, которую я вам рассказывал по Dive Rule. После чего вот эти, вторая часть этого брифинга как раз и оговаривает, кто чем занимается в самой пещере. То есть я, например, занимаюсь ходовиком, мой партнер занимается проставлением стрелок, которые, естественно, я тоже дальше контролирую, и там третий человек занимается подсвечиванием, плюс смотрит какие-то более оптимальные места, потому что если я с катушкой плыву, я все-таки ближе нахожусь к дну, а человек, который там с лампой, может находиться там на полу корпуса выше и смотреть частично, да. То есть тогда это удобно, тогда каждый знает, чем ему заниматься, но вот такие обязанности могут под водой передаваться, причем это желательно делать, особенно желательно это делать, если, ну, как бы немножко разряжать обстановку, да, и человек, который с лампой, подзываешь его, говоришь, вот тебе катушка, дружище, мотайся. То есть, ну, это хорошо в том плане, что когда он с лампой плывет, он обычно ни о чем особо не парится, то есть он знает, что ему нужно светить туда и туда, смотреть за тем, за тем, но он видит, как работают другие. И обычно все-таки этот человек как минимум умеет обращаться с катушкой, с ходовиком, потому что если, ну, опыта нету ни ходовика, ни катушки, ну, не знаю, наверное, стоит с этим позаниматься до экспедиции как-то, то есть, ну, это все-таки определенные начальные требования, они есть. Вот. Ну, и отдается ему катушка, ты уходишь, становишься третьим, а смотришь на самом деле за этим человеком, потому что, ну, понятно, что если опыта хватает, я могу прокладывать ходовик, и это будет все очень здорово и классно, но смысла я, например, в этом не вижу. То есть на каждой экспедиции я должен где-то заниматься этим ходовиком, ну, что за интерес там людям, которые приехали, со мной там нырять. То есть я, грубо говоря, перед ними прокладываю дорогу, которая, ну, достаточно неплохо будет проложена, и им нужно будет только ей пользоваться в случае проблем. как бы интереснее намного, когда эти люди сами смотрят, куда плыть, сами начинают фиксировать ходовик, учатся на своих ошибках, после всегда есть дебрифинг, когда под конец дня, обычно это где-то уже в ресторанчике, начинается обсуждение этого погружения и выискивание, там, скажем, каких-то спорных моментов и обсуждение этого погружения, какие были допущены ошибки, либо какие были, наоборот, хорошие моменты, кто чем занимался, правильно, неправильно, ну, в общем, это обсуждается потом на дебрифинге. Вот, и, значит, мы плывем, пытаясь в этой новой пещере, значит, попасть в центральную галерею и не идти по второстепенным каким-то галереям, но отмечая второстепенную галерею, если ты понимаешь, что здесь они в теории могут быть или ты их видишь, уже вот теми кукисами, о которых я рассказывал вчера, то есть они прямо по дороге могут как бы выставляться и знаки есть тоже соответствующие. На самом деле самое интересное, что когда я стал заниматься кейфдайвингом, мне все время не хватало кучи знаков под водой, которые мне, в общем-то, были нужны. Мне пришлось некоторые знаки вот с моими студентами или там коллегами придумывать заново, чтобы была возможность ими пользоваться. Они, кстати, если вам это интересно, тема у меня на YouTube, на моем канале лежит как раз все эти знаки, их можно там, в общем-то, скачать, чтобы понимать, какие знаки могут использоваться под водой. На самом деле, их там вышло чуть-чуть, ровно 100 штук, по-моему, то есть 100 знаков, которые пользуются дайверами, я под водой. Ну, там, естественно, включая и знаки лампой, и знаки ластами, и в Тачконтакте, и так далее. Но знаков достаточно много. Вот. Их, естественно, нужно знать. То есть очень хорошо. И те знаки, которые когда-то мне не хватало, вот мы придумали. И знаками этими я успешно пользуюсь, потому что, ну, как быть, мне их действительно не хватает, чтобы показать, там, например, здесь стрелку, здесь кукис, ну, и т.д., и т.п., там очень куча этих знаков. Многие знаки, если вы просто дайверы, технические, скорее всего, вы никогда не видели и не увидите нигде, потому что мной они просто были придуманы. Потому что мне не хватало, там, как показать расстояние или как показать время в минутах или еще что-нибудь. То есть стучать там по часам, компьютеру, да, ну, тоже как-то немножко, наверное, странно, потому что, да, Игорь, я думал, кто все это придумал, да, вот мы это все и придумали. В общем, на самом деле, если вот брать вот эти придумывания или снаряжения, или какие-то техники, или какие-то упражнения под водой, я не знаю, наверное, как любой человек, который доходит до определенного момента, он понимает, что он сам лично уже отучился на достаточном количестве курсов и больше получить от стандартных инструкторов он не может. То есть, тогда ты начинаешь искать какого-то нестандартного инструктора, тогда ты в попытках получить больше информации, либо ты начинаешь это искать в интернете, либо ты просто понимаешь, что информации тупо нету, и тебе нужно это что-то как-то придумывать, наверное, самому. То есть, ну и начинаешь, вот как я обычно делаю, я просто симулировал какую-то проблему, которая может возникнуть в самых тяжелых для меня условиях, это надголовка, пещеры, большое удаление от входа, вероятно, большая глубина, вероятно, тримиксное какое-то погружение, вероятно, я остался один, вероятность потери видимости в ноль, что я буду делать. Вот отсюда я пытаюсь всегда оттолкнуться сам в себе, понять, насколько быстро я смогу устранить проблему. В общем-то, так должен думать, конечно, наверное, практически каждый дайвер, ну, который достигнет определенного уровня опыта. Вот, возвращаемся обратно к нашим дайверам, дайвера, значит, лут, разматывают ходовик, оставляют обычно катушку в пещере, потому, если на этой катушке достаточно еще ходовика, если ходовика совсем чуть-чуть-чуть-чуть, то его можно обрезать, закрепить этот ходовик на месте и второй команде, значит, показать или рассказать о самом погружении, где находится катушка, как проложен этот ходовик, на что стоит обращать внимание. Ну, в общем, выкладывается вообще про полный объем информации, которую успели, значит, собрать за это первое погружение. После чего вторая группа идет, конечно, намного более подготовлено, то есть, они понимают, окей, на расстоянии в 10 метров будет крутой поворот, или будет узость, или будет яма, или будет заеленное место, либо, 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 ну, в общем, куча всяких разных нюансов, которые они как бы сразу же получают. Это здорово, то есть, это очень сильно облегчает им задачу. Но дальше задача у них точно такая же получается, как у первой группы, они начинают мотать катушку дальше. мотают катушку, здесь тоже такое, то есть, здесь не обязательно мотать катушку до какого-то газового резерва, и только после этого, значит, должны возвращаться. В экспедиционном дайвинге такого нету, то есть, в экспедиционном дайвинге я могу сказать, ребята, я себя чувствую здесь как-то не очень комфортно, и все, мы выходим, просто-напросто. Хотя куча газа, куча всего, вот мне не нравится само это место по каким-то моим там причинам. Все, мы выходим. То есть, естественно, никто один выходить не будет, то есть, наверное, всей группой мы вернемся, постараемся на поверхности обсудить, что мне не понравилось, или почему я себя испытывал такой сильный дискомфорт в этой пещере, или в этом месте. То есть, там разных факторов может быть, вплоть до того, что я там вчера не очень хорошо поел, у меня, значит, были проблемы с желудком, я плохо спал, и, в общем, концентрация у меня не очень, никакие-то дома, я не знаю, проблемы, стресс на работе. В общем, все это может дать себя знать на погружении, поэтому я вот решил, что я не плыву дальше или вообще не иду на это погружение. То есть, всегда можно отказаться. То есть, это классно, я, например, всегда приветствую, и у меня глубокое уважение к тем людям, которые в состоянии сказать сегодня я не ныряю, потому что я себя чувствую некомфортно. То есть, это всегда намного лучше, чем человек, который себя чувствует некомфортно, пойдет в воду и заработает какие-то проблемы, а потом вместе с ним заработают проблемы и другие участники группы. Вот. Значит, мотать ходовик, я уже говорю, можно не обязательно до давления разворота, это может быть и раньше. То есть, но самое позднее при давлении разворота вы разворачиваетесь и идете назад. Есть большой плюс в выматывании катушки, потому что вы находитесь недалеко от входа, потому что на прокладывании ходовика вам, естественно, нужно время, причем время достаточно много. Это значит, что вы очень медленно двигаетесь вперед. Это значит, что ваша дорога назад будет намного быстрее по газу, чем дорога была внутрь пещеры. То есть, это такой safety factor, который, в общем-то, очень полезный такой. И в туристических пещерах или где в пещере уже проложен ходовик, такого уже нету, потому что фактор, который сдерживает по дороге внутрь пещеры, уже его много, нету практически, если особенно вода стоячая. Если вода, есть напор воды, то он просто тормозит физически и назад ты летишь быстрее. То есть, это плюсом. Вот, но пещера не всегда с огромным потоком, то есть, вода может быть проели-ели двигаться или вообще быть стоячая. То есть, поэтому ты двигаешься в какой-то там стоячей воде. Вот, значит, ну и наши дайверы на каком-то этапе они развернулись, передали всю информацию следующей группе и следующая группа она заходит, идет уже по ходовику, естественно, проверяя тот ходовик, который первая группа положила в пещере, проложила. После чего, отмечая про себя какие-то спорные моменты либо поправляя этот ходовик, потому что я уже как вчера рассказывал, нету ходовика чьего-то там в пещере. Всегда ходовик, рядом с которым вы двигаетесь, это ваш ходовик, и вы за него ответственны, от и до. Не важно, что его положил супер-мега опытный какой-то там дайвер, инструктор или даже организатор экспедиции. Если вам не нравится этот ходовик, вы в состоянии потом обосновать, почему вы его перенестили с пункта А в пункт Б или перемотали, ради бога. То есть, возможно, никто не идеален, и я тоже могу допускать какие-то ошибки, которые могут заметить люди со стороны. В этом-то и классно все, в этом-то и весь смысл, весь экспедиции, что под водой, в общем-то, такого деления, как я инструктор, а вы все остальные студенты, больше нету. То есть, вы все равноценные участники этой экспедиции, и на всех лежит какая-то задача, которая делится на всех по уровну. То есть, понятное дело, что, ну, да, есть у меня определенные преимущества, но только из-за того, что я просто, грубо говоря, часов больше налетал, естественно, будут какие-то проблемы, скорее всего, будут обращаться ко мне как к более опытному. Но, в общем-то, я никогда не рассматриваю, там, вы ко мне приехали, и вы интро-тукеев дайвера, а вы, в общем-то, можете приехать и с такой сертификацией. Я не буду вас рассматривать из серии ты мне там, пожалуйста, не говори, как мне и что делать. Наоборот, я всегда с удовольствием выслушаю, потому что часто бывает действительно со стороны-то виднее, и эту проблему можно потом пофиксить. То есть, и эта вторая группа, наверное, так и должна и делать, то есть, она заходит в пещеру, двигается к водовику и смотрит, насколько там все хорошо проложено, после чего берется чья-то катушка, либо берется дополнительная катушка, то есть, одну катушку можно себе оставить, висеть дальше, болтаться на заднице, а взять одну катушку, это часто бывает катушка большого объема, которую только ее используют при прокладке ходовика. То есть, у вас есть в карманах по две шпули, плюс на заднице висит ваша стандартная ходовая катушка, основная, а прокладываете вы ходовик уже дополнительной катушкой, которая просто объемами больше, и на ней уже ходовик, который отмаркирован, то есть, обычно в экспедициях маркируют ходовик, метражом, который уже заранее подготовлен, там, возможно, ходовик может быть, как я уже рассказывал, будут две вариации, либо ходовик будет толще, если пещера сложная, это приятнее двигаться по более толстому ходовику, он дает больше уверенности, опять же, что он на следующий год там останется, либо, если ты понимаешь, что пещера легкая, и двигаться по ней вообще без проблем, то, может быть, наоборот, очень тонкий ходовик, особенно, если там на скутере перепрокладывают ходовик, или просто тянут его за собой, такой тоже есть, то есть, но я чаще, как бы, перестраховываясь, люблю использовать в экспедиционном, в таком дайвинге, более толстый ходовик, более жесткий, плотный, такой кондовый, который мне позволяет, значит, надеяться на его прочность, как бы, и в это погружение, и на завтра, и через неделю, и, возможно, через полгода или год, хотя, вот, по моему опыту, очень часто, конечно, ходовик, неважно какой, в пещерах, с таким динамической разгрузкой, где вода, скажем, течение воды переменчивая, то чаще всего ходовик, неважно, насколько он хорошо был проложен, он может все-таки рваться, поэтому первое погружение в пещере, которое было уже совершено на предыдущих экспедициях, обычно это как раз латание ходовика, или вы смотрите, значит, где ходовик, правильно он лежит, не сорвало ли его, ну, и надставляете, если нужно, перекидываете на какие-то другие места крепления ходовика, и так далее. В общем, занимаетесь ходовиком, и рано или поздно вы добираетесь до конечного той остановки, где вы были, и после чего вы начинаете продолжать обычно мотать дальше. В общем, вторая команда, она идет, берет вот эту дальше катушку, продолжает мотать, либо берет собственную катушку, вторую, которая тоже дальше мотает, ну, и начинает таким вот образом работать, то есть попутно запоминая особенности этой пещеры, потому что на выходе, естественно, первая группа будет очень с большим любопытством спрашивать, как, что это все было. То есть, если это вторая группа вообще есть, если группа только одна, ну, тут все венство. Значит, пещера считается перспективной до тех пор, пока она не обследована, скажем, процентов на 80. То есть, если вы в пещерах типично, это большие галереи, это центральные ходы, по которым большой массив идет воды, по которым вы должны двигаться дальше. То есть, обычно не плавается по каким-то второстепенным ходам, и эти второстепенные ходы начинают галереи только обследоваться в том случае, если центральный ход больше никуда не ведет, он завален, он вышел на поверхность и так далее. Поэтому есть, как бы, шанс, что либо мелкие галереи будут обходить вот этот сифон, выход на поверхность, либо, если это был завал, что они обойдут это место завала, и вы сможете продолжить там нырять где-то дальше. Вот, значит, ну и опять же здесь следующее, вас может тормознуть глубина, потому что нырять там глубже 30 метров смысла нет, если у вас нету с собой гелия, с которого вы будете делать тримикс, то вас пещера остановит своей глубиной, то есть, к сожалению, да, иногда я не очень люблю нырять в экспедициях, декомпрессионные погружения, долгие декомпрессионные погружения, потому что они очень опять же сильно лимитируют по времени, по газам, по всем-всем-всем, как говорится, причинам, и они, конечно, более, просто физически более долгие и трудные, то есть, если особенно там находился, я не знаю, там 40 минут на 60-70 метрах, то понятно, я буду сидеть в долгую декомпрессию, ни о какой второй группе уже речь не идет, потому что пока мы с утра позавтракаем, приедем на место, пока первая группа отныряет, пока она вылезет, а второй просто тупо времени нету. Но здесь опять же есть такой момент, когда пещеры, ну, вариантов больше нету, есть только глубокая, но газы позволяют не обязательно нырять этим двум группам в один и тот же день, то есть тогда, если погружение сложное, группа А ныряет по четным, группа Б по нечетным, там, скажем, дням или числам, после чего первая группа помогает второй, то есть они забрасывают для этой группы, которая сегодня ныряет, полностью все, снаряжение помогает, то есть, и опять же, тут нету никаких делений, я организатор, или, значит, я повар, поэтому я не понесу снаряжение, поэтому помогают все всем, то есть если мне кто-то помог, мое снаряжение забросит, это замечательно классно, ну, и автоматом буду помогать и я другим, то есть тут даже без каких-то, ну, дискуссий. Вот, и люди, которые пытаются сочковать, такие, к сожалению, встречаются, то есть, ну, им несколько раз будет просьба такая, как бы, помогать дальше, если эти люди не понимают, о чем речь идет, то этот человек будет, ну, никогда больше в эту экспедицию со мной не поедет, то есть у меня в этом плане достаточно все, как бы, ну, жестко, потому что человек, который ресурс командный оттягивает на себя, он такое слабое звено, то есть, ну, я не готов, как бы, делать двойную работу за кого-то, только вот ради того, что он прилетел и решил здесь понырять классно, и с сигарой там вечером, и с коньяковым бокалом, да, вечером там где-то клево по скайпу рассказывать, как он день свой провел. В общем, поэтому это командная работа, вот эта пресловутая, она на самом деле многие не понимают, что это значит командная работа, вот это и есть командная работа, когда вы помогаете другим, чтобы помогли вам, то есть, даже тот же вечер, я обычно никогда не сижу где-то у себя в номере, да, и смотрю какие-то фильмы, обычно я пытаюсь, помочь со снаряжением, это часто бывает, у кого-то что-то порвалось, надорвалось, сломалось и так далее, то есть, я достаточно неплохо знаком, неплохо знаком со снаряжением дайверским, поэтому я могу помочь с этим. Но я, например, не очень хорошо готовлю, если в каких-то там экспедициях есть человек, который умеет готовить, ну, это классно, то есть, я тогда сам себя освобождаю от готовки, но могу заниматься снарягой или мыть посуду, мне это тоже никаких проблем не доставляет. В общем, ну, я как минимум каждый занят чем-то, и когда дел больше нет, вот тогда все одновременно прекращают, ну, грубо говоря, заниматься какими-то делами, то есть, а не так, что один, вот я должен сделать регулятор, и я еще должен помыть посуду, в то время, когда уже все ничего не делают, и бьют вокруг, это никакая не командная работа, значит, здесь что-то как-то потихонечку идет неправильно, то есть, и только тогда, когда каждый, значит, делает свой вклад, это начинает работать. На первых парах это часто бывает, ну, сложно, люди, которые не привыкли к подобным поездкам, их как бы завести, вот в такую колею направить, их, ну, нужно какие-то усилия провести, но потом, когда эти люди оказываются в этой колее, то обычно, чаще всего, все это идет достаточно классно, неплохо, все это работает, и мне самое интересное, я сразу пытаюсь как бы, ну, делать это все таким, не знаю, ну, фамилиарным, что ли, таким, не знаю, такого, все у нас такая дружеская команда, которая, у нас нет деления там, я не знаю, ты миллионер, а ты там бутылки собираешь, да, я там, мне 70 лет, а тебе 20, то есть мы все как бы плюс-минус ровно равны, то есть поэтому мне не социальный статус, ничего это вообще не интересно, да я никогда не спрашиваю, то есть все равны, то есть такого нету деления там по каким-то там, я не знаю, признакам или еще чему-либо там, вот, значит, и если эта пещера для вас, вы ее считаете перспективной, вы ее можете оставить на следующий раз, либо вы можете развивать другую, третью, четвертую, пятую, но чаще всего, если пещера позволяет нырять дальше, и она не надоедает, а поскольку вы ныряете все дальше и дальше заходите, вам все интереснее, вы можете себя, опять же, лимитировать уже по газу, то есть вы понимаете, что с тем объемом газа, который у вас есть, вы просто тупо дальше уже не уплываете, то есть ваша спарка, или там, старт, спарка плюс стейдж, вам не хватает, то есть вы доходите до определенного удаления, там, я не знаю, там, 300-500 метров, после чего, ну, все, то есть, либо вам надо ребризер, либо вам надо скутер, либо вам надо, значит, дополнительные баллоны, ну, все, вы, вот, пещера, да, она перспективная, но в этой поездке, из-за отсутствия дополнительного газового резерва, вы не в состоянии там нырять, соответственно, переходится тогда уже на другую какую-то пещеру. На самом деле, вот, как ныряем мы в том же Китае, то, что мы там исследуем или ныряем по пещерам, нашими исследованиями, это уже, как бы, неплохо, пользуются другие дайверы, то есть, они получают где-то информацию о том, что мы ныряли, мы, я, например, всегда без проблем могу поделиться координатами, после чего они делают, в общем-то, вашу работу уже сами на месте, то есть, на эту пещеру могут организовать экспедицию кто-то кроме вас, у вас нету никаких прав запрещать нырять в этой пещере другим людям, поэтому, ну, и никто, в общем-то, это и не делает, то есть, я могу понять, когда там рэк какой-то, да, с каким-то призом миллионы долларов, да, и вы захотите скрыть информацию, если ее нашли, ну, тут хотя бы понятно, но, если это пещера, то наоборот, я только буду рад, если в той пещере, где я работал, кто-то, ее, эту пещеру будет развивать дальше, если у меня нету сейчас на это возможности или времени, вот, и наоборот, соответственно, если где-то есть пещера, я узнал ее координаты, я знаю, что там проставлен ходовик до определенной отметки, я могу за эту отметку отпусть, да почему нет, я провожу, значит, лишний ходовик, который останется в этой пещере стоять, я узнаю, что там дальше, вот, ну, соответственно, вы, эти две группы, они выходят из пещеры, собираются и начинают, значит, едет, значит, на базу, после чего, как обычно я уже рассказывал, значит, обед, или уже скорее ужин, после, там проходит дебрифинг, после, обычно расходится, отдыхается, и на следующий день все это повторяется, обычно, в идеале, это повторяется не более чем три дня, после чего делается day off, на котором никто не ныряет, даже если вы себя чувствуете классно и замечательно, но часто вы не понимаете, что вы действительно уже устали, то есть, а некоторые понимают, что устали, это может быть физическая, просто ментальная такая усталость, потому что стресс каждый день, он, по идее, дает себя знать, на самом деле, этот день, естественно, никто не сидит по номерам, а можно очень замечательно использовать для того, чтобы поездить по окрестностям, посмотреть, возможно, перспективные места, которые отмечены у вас на карте, посмотреть какие-то достопримечательности, полазить может где-то по сухим пещерам, может где-то поснимать, сделать красивую какую-то съемку, если вы занимаетесь видео или фотосъемкой, ну, в общем, как-то интересно провести время, то есть, обычно, если пещера, это означает природа, природа означает, что где-то недалеко будут какие-то интересные места, водопады, долины, горы, я не знаю еще что, то есть, такой вот day off, он очень-очень полезен, ну, немножко разбавляет вот эти вот нырялку, да, как бы делая всю эту поездку еще более незабывающейся. Вот, Антон спрашивает, почему народ часто скрывает локацию пещеры? Жлобство, да, просто тупо жлобство, потому что я не хочу, значит, я хочу, только я и я, хочу заниматься этой пещерой, я хочу провожить ходовик, вот никому я не скажу, и я один весь король этой пещеры и буду делать на ней съемки, и какой я вот весь из себя клевый, вот как выглядит для меня это, это просто тупо, не знаю, жлобство и все. То есть, для нормального кейвера это вообще ни вопрос, ни вариант, то есть, у меня есть карты многих пещер, и если у меня кто-то спросит, где находится эта пещера, да ради бога, то есть, ныряйте, ребята, развивайте, в чем проблема, но другие, да, если они наткнулись на какую-то дырку и решили, что там, значит, перспективно, то есть такие действительно, которые, ну, не поделятся информацией, к сожалению. На игру я еще мог бы понять это с реками, с пещерами, мне это понять труднее. Вот, и, значит, проходит несколько каких-то дней, вы отныряли, значит, вы либо разрабатываете и эти другую пещеру, либо вы разрабатываете одну и ту же пещеру, после чего проходит какое-то еще время, и на этом поездка обычно заканчивается, одновременно с нею начинается планировка, в общем-то, другой поездки, либо в этот же регион, либо в другие. То есть, я пытаюсь сейчас, я хоть, ну, понятное дело, инструктор, то есть, но я пытаюсь сейчас сместить свои интересы больше на вот такие экспедиционные поездки, потому что они мне реально интересны уже в плане, ну, личном, таком. И обучение, конечно, это понятное дело, это приносит мне финансы, но обучение, это все-таки обучение, то есть это, хоть и где-то очень интересно и классно, новые люди, но в плане нырялки для себя лично, естественно, мне поездки больше тут интересно. То есть, начинается планирование следующей и, в общем-то, все повторяется. То есть, я снова пытаюсь найти регион, где есть, возможно, Карст, то есть, это известняк, я смотрю, есть ли там источники, я пытаюсь найти местный какой-то, центр, который меня может принять или эспелиологи, я пытаюсь, значит, с ними договориться о ценах, о снаряжении, которое я могу, я пытаюсь найти людей, которым интересно будет вот такие, погружения, к счастью, они есть, ну и т.д. и т.п. То есть, все это начинает повторяться. Я лечу туда, я, значит, беру машину в прокат, либо дайв-центр, помогая с машиной, и, в общем, мы едем на эти места, пробуем там нырять, и все это, грубо говоря, начинает повторяться, но повторяться как? Оно повторяется, естественно, только по по порядку действий, но никак, конечно, не по общему, то есть, каждая поездка, она уникальна абсолютно, абсолютно уникальна, даже вы будете в том же самом месте, она абсолютно уникальна, и это не, ни в какое сравнение не идет с туристическими поездками, там, поедем, поныряем на реке, сафаринике и так далее, то есть, ничего общего нет, то есть, даже ныряя в одной и той же пещере, каждый раз вы едете туда же, в это же самое место, оно будет выглядеть совершенно по-другому, вот эта вся поездка, поэтому, даже вот если я ныряю в тех же самых пещерах, где я был до этого, это все выглядит по-другому, пещера выглядит сама по-другому, находятся какие-то дополнительные моменты интересные, то есть, я в некоторых пещерах, где когда-то я думал, вообще тут ловить нечего, потому что пещера уже обнырена вдоль и поперек, вдруг находишь какие-то сухие залы, находишь продолжение пещеры, которая, в общем-то, ты и знать не думал, не догадывался, что здесь может оно быть, ну, в общем, такие вот интересные моменты достаточно часто случаются. Окей, значит, что-то там в чате написали, Лев написал, что он на работе, ну, не проблема, Дмитрий говорит, в следующем зале золотая жила, на самом деле, я вас сразу как бы спущу с неба на землю, ну, мы ныряем в известняки, известняк означает, это все-таки порода осадочная, значит, осаждаться с золоту там было негде и негде, то есть, вы ничего не найдете в таких пещерах, никакие залежи золота, серебра или платина, то есть, бывают очень красивые кристаллы, ну, опять же, это те кристаллы, которые образовались уже после того, как образовалась сама пещера, и они, естественно, образуются в сухой части пещеры, которую потом, может быть, залила вода, то есть, но алмазов вы там тоже не найдете, потому что для образования алмазов, естественно, очень большая температура и давление, то есть, поэтому в плане находок, максимум, что вы найдете, обычно это в каверновой зоне, это какие-то артефакты, которые сбрасывались туда сверху, это посуды, монетки, на счастье, возможно, какие-то, ну, посуда, посуда тоже может быть очень интересная, если она какая-нибудь там династия Минь, ей там полторы тысячи лет, и эта посуда, там, сервисы накопали, то, ну, можно сказать, что у вас все хорошо и все получился, или если вы найдете пару каких-то монеток, да, которую вы оставили себе и не сдали местный музей, по идее, должны, ну, никак, говорим, что вы просто их забыли, да, у себя там где-то в кармане, то, возможно, да, они имеют какую-то реальную ценность, но, по большей части, в пещере внутри вы ничего не найдете, вы можете еще найти какие-то реликты в плане ископаемых, да, там, чей-то скелет, я не знаю, трилобита, аммонита, и т.д. и т.п., да, это все можно найти на стенах, в стенах, в осколках или какие-то скелеты каких-то зверей, которые там когда-то погибли и, значит, вскрылись, вот, больше ничего там, ничего серьезного не найдете, то есть, но вы можете найти сухие залы, они могут быть мега красивые, со сталактитами, с другими образованиями натечными, которые могут быть разных форм, они очень красиво могут выглядеть, и поскольку там до вас, возможно, никогда никого не было, то это все не тронутое, не обломанное, не спиленное, это все такое, какое оно действительно есть в пещере, оно таким должно быть, то есть, это мега красиво, вы сделаете съемки, вы покажете своим там близким, родным, вы будете смотреть, вспоминать сами, и это супер, в общем-то, вот. Можете, если вам кому-то интересно, задавайте какие-то вопросы, потому что, как бы, первопроходы в пещерах, вот я, наверное, в двух словах вам объясню, какие-то мелочи несущественные, организационные, или там на месте, наверное, вам будет не очень интересно, это, скажем, больше организаторская такая работа, поэтому, если у вас есть вопросы, давайте, у нас прибавилось пару человек сейчас больше, задавайте, без проблем, вы можете включить, если хотите, микрофон, и просто голос не задавать, все-таки у нас не так много народу, если не боитесь, что у вас голос запишется вот тут на видео, ну, так ради бога, либо задавайте, пишите, то есть, тоже это не будет проблемой. Вот. Давайте, не стесняйтесь. Правда, что в Китае нашли затопленный город в пещере? Ну, я, честно скажу, сомневаюсь, что город в пещере может быть, потому что, какими, какая должна быть пещера, но если мне скинет кто-то линк с достоверной информацией, я с удовольствием посмотрю. На самом деле, в пещере, в больших пещерах могут быть строения, да, то есть, там может находиться какая-то серия лачушка, куда местные жители там складывают циновки или еще что-нибудь, да, это может быть, пещеру потом поставили плотину, затопило, и это, значит, здание осталось внутри. Но городов я, к сожалению, не слышал, я бы, конечно, это было бы супер такое мега-мега, но, к сожалению, нет. Вот той экспедиции, которая, к сожалению, сейчас не произошла весной вот этого года, мы должны были спускаться 130 метров по отвесной, как бы, в отвесной шахте, в пещере, которая куполообразная пещера, это означает, что у пещеры, она, как бы, обвалился потолок, и, значит, по центру сбрасывается веревка и с техникой СРТ, значит, 130 метров вниз, после чего там мы бы ныряли, то есть, только сам спуск и подъем это уже достаточно незабываемая вещь, сколько этажей, 130, ну, поделите примерно на 3, вот получите дом, который бы туда вместился, то есть, это было бы такое достаточно интересное занятие. Вот. То есть, если пещера ушла неожиданно глубже 30 метров, экспедиция закончена? Нет. Эта экспедиция закончена в том случае, если вы не рассчитывали на глубокие пещеры, а газов необходимы для погружения, то есть, мои первые экспедиции в Китай, мы ныряли с Тринексом, то есть, там большая часть в Дуань, это часть, это провинция такая в Китае, на юге Китая, значит, в, дайв-центре был гелий, мы забивались гелием, и мы ныряли, потому что большая часть пещер все сваливались под 70 метров, и на 70-50, от 50 до 70 метров происходила большая часть погружений. То есть, но получается, что, я уже говорил, это трудно логистически, это возможно дорого, то есть, я предпочту всегда более мелкую пещеру, потому что я могу там дольше находиться, я могу, у меня не лимитировано никакой декомпрессии, то есть, даже если я с реблизером, рано или поздно, на большой глубине, моя декомпрессия будет исчисляться какими-то часами, до которых я сидеть не захочу, поэтому мне, конечно, работать легче всегда в более мелкой пещере. Вот, мировой рекорд погружения в пещере, что-то около 240 метров, он больше, Антон, на самом деле, рекорд Португалии 190 метров, как делаются такие исследования? Это не исследование, на самом деле, чаще всего такие ваклюзные пещеры, они сама, вот эта глубокая часть находится недалеко от входа, то есть, и пещера это можно назвать номинально, то есть, это, да, это пещера, есть потолок, но, по большей части, это шахты достаточно большого размера, которая идет вниз, то есть, это обычно чаще всего недалеко от входа, после чего, это не что иное, как техническое тримиксное погружение, которое проходит вот в такой пещере, которая вот такая глубокая, вот и все, ты точно так же, даже где-то это легче, потому что ты не в открытой воде, нет течения, которое тебя внесет, проще разбросать декомпрессионные баллоны, потому что ты 100% в этом месте будешь двигаться назад, то есть, без вариантов, поэтому тащить на себя декомпрессионные стейджи как бы не нужно, и газы, то есть, где-то это даже проще, то есть, и погружаться вдоль стенки пещеры, конечно же, проще, чем в синьке где-то лететь вниз, или там по канату подниматься наверх, поэтому ничего мега сложного с точки зрения технической стороны погружаться в глубокие пещеры, ничего нету, то есть, я сам был, скажем так, хорошо за 100 метров в пещерах по глубине, но нету ничего сложного, то есть, да и в пещере, в общем-то, если даже это галерея, то как бы чувство глубины, оно отсутствует, потому что если это галерея, ты находишься там на глубине 80 метров, то ты видишь дно, вон потолок, и единственное, что тебе говорит о том, что ты глубоко, это твой компьютер, компьютеры, которые тебе показывают глубину, вот ты сидишь там 85 метров, думаешь, вау, это да, конечно, это глубоко, но поскольку ты видишь потолок и дно, как-то у тебя чувство глубины, оно другое, то есть, оно не такое, как в открытой воде, когда синька под тобой, над тобой, слева и справа, это, конечно, там более, как бы, в этом плане глубина сильнее чувствуется. Окей. Вот, вопросы, вопросы, вопросы есть, нету, вопросов пока нету. Если что-то вам интересно, ну, а как, давайте я вам расскажу, как попадают в экспедиции, что нужно, какие требования к участникам. На самом деле, это все просто. Вы пишите организатору, а-ля мне, я извиняюсь, и говорите, Макс, я не очень опытный кейфдайвер, но я хотел бы поучаствовать в экспедиции, как мне можно попасть. То есть, на самом деле, требования определенные, конечно, есть. Это минимум интер-ту-кейфдайвер. На самом деле, опять же, здесь, вроде кажется, интер-ту-кейфдайвер имеет право, и дальше пошло что-то так. Но я еще, как бы, инструктор, и я еще, естественно, провожу определенные погружения уже в пещеры, где проставлен кодовик, то есть, это полигон, на которых я начинаю людей натаскивать на именно экспедиционный дайвинг. То есть, получается, что большая часть опыта фулки курса, она не пригодится вам. То есть, я говорю, я уже вчера говорил, к сожалению, ну, я так считаю, к сожалению, мало инструкторов являются сами серьезными кейфдайверами, которые занимаются какими-то первопроходами, чтобы учить своих учеников, в общем-то, тому же, что они делают сами. А на мой взгляд, это как раз, в общем-то, и есть. То есть, какой из меня там инструктор, если я сам ныряю на уровне максимума фулки и дайвера, ну, я могу залезть в туристическую пещеру, да, с реблизером, со скутером, там, поплавать, но это не исследовательские погружения, это не первопроход. То есть, и вот только, если я начинаю заниматься вот такими серьезными погружениями кейфдайверскими, я в состоянии учить, как бы, своих студентов к тому, что я считаю нужным и то, что им действительно пригодится на курсах. Поэтому часто бывает так, что фулки и дайверы, которые приезжают, они, скажем так, менее подготовлены, чем интерту кейфдайверы, которые, допустим, проходили у меня или похожих инструкторов, как я, как бы, вот эти курсы. Поэтому я не фиксируюсь на вот этой вот пластике, да, которая говорит вам, вы имеете право там вот мерять там-то и там-то. На самом деле, пластик вам нужен, как вы понимаете, только в дайв-центре, а в экспедиции вы можете делать, что вы хотите. То есть, вы можете, да, Игорь, basic cave, твой же твой пойдет. То есть, вы не должны до этого нырять в пещерах, вы должны знать, что такое быть в пещере внутри, вы должны понимать, что такое ходовик, а все остальное вам будет как бы объяснено в этой экспедиции, что вы должны делать, как вы должны, естественно, вас никто не бросит, то есть, естественно, вы не будете заниматься тем, чего вы не умеете, естественно, я буду, скорее всего, с самыми слабыми участниками присутствовать, где-то, наверное, рядышком я, после чего вы можете на меня в этом плане достаточно положиться, что вы не выйдете за рамки своего, своих возможностей, скажем так, то есть, вы будете делать то, что я буду считать в их состоянии делать, а, естественно, большее количество людей, они могут сделать больше того, на что они сертифицированы, то есть, если ты сертифицирован двигаться по одной шестой, то, я думаю, по одной четвертой расход газа в пещере, как я ныряю, это тоже как-то осидит. То есть, если ты не умеешь работать с ходовиком, то ничего нам не запрещает поработать с ходовиком на поверхности, я объясню, как это правильно делать, будут в пещере, потому что обычно даже фулкейфдайверы, к сожалению, занимаются этим мало. Вот, окей, вопросом. Антон пишет, я думал тоже, что в пещере проще, думал или думал, что в пещере проще, чем синьки, почему народ говорит, как бывал в пещере сложнее от незнания, может только из заброски. Антон, я тебе скажу такое, люди всегда будут, понимаешь, есть такое, как, ну, мы же занимаемся таким достаточно опасным видом спорта и хочется немножко грудь сделать шире и сказать, какой же я вау. Всем приятно, все скажут, вау, ты погрузился не просто на 100 метров, а ты погрузился на 100 метров плюс в пещере. То есть, это действительно клево. И такая вот реклама, достижение такое, это всегда как бы приятно, да, то есть, это есть чем, ну, не знаю, похвастаться, может, когда-то где-то. То есть, это же раньше такая была интересная как бы байка, ну, это такая даже не байка, это, наверное, так и есть, да, сидят там где-то во Френсе в Дахабе дайверы и начинается там, а я rescue diver, все там, вау, молодец, как классно, там кто-то говорит, а я дайвмастер, все, вау, здорово, ты настоящий дайвмастер, говорит, а я уже инструктор, все там падают практически мидс, кто-то говорит, я кейв дайер, все начинают слюни там пускать, и кто-то говорит, я кейв инструктор, ну, и все, тут уже все, все падают бесчувственные, но это, конечно, все понятное дело, шутка, но смысл понятно, что собираются вот эти вот, пластик-календарики и вот эти вот погружения, некоторые собирают это для какого-то эго, а вот некоторые уже, ну, не знаю, некоторым эго-эго не нужно, и они больше занимаются другой, как бы, деятельностью. У меня много друзей, действительно, которые ныряют в такие погружения, которые, я считаю, они очень-очень-очень-очень серьезные, но об этих вот погружениях нигде не услышите, эти люди не делают громкие анонсы, и нигде не трубят то, что они там сидели на 200 с чем-то метрах глубины, да, в ледяном озере и там что-то делали, либо у меня один из товарищ, он в пещере, там, в шкурадере, лес на 130 с чем-то метрах, пропихиваю отдельно от себя ребризер, отдельно от себя баллон, да, потому что на себе это пропихнуть нельзя было, то есть, ну, отдельно, как бы, я и 130 метров, мне не проблема, и, в общем-то, и ребризер мне не проблема, и узость мне не проблема, но вот когда 130 плюс ребризер, плюс его себя снимать, плюс узость, не знаю, я бы вот, насколько я смог бы не смог, и я сейчас не готов сказать, то есть, даже вроде как бы, ну, достаточно я опытный человек, но такое, как бы, я бы уже так призадумался, вот, ну, об этом, как бы, вы нигде не услышите, это для меня такой большой плюсик, что, ну, человек это реально, вот, он может это действительно сделать, а те, которые там бьют себя в грудь, я там побывал, там, в арке, в дохабе, какой я клевый и крутой, ну, не знаю, окей, Игорь, Basic Cave, ну, как я уже сказал, да, не проблема мне этот Basic Cave, потому что, ну, никто не приезжает, никто не ныряет сходу, все проходят через полигонные пещеры, где вы будете мотать ходовик, вы будете заниматься латанием, вы будете потом сидеть, макраме вязать из ходовиков, я буду рассказывать снова, что вы будете делать, как вы будете латать ходовик, какими узлами, как это правильно делать быстрее, и т.д. и т.п. То есть, все проходят в экспедиционной нырялке, все проходят, как бы, еще один курс, в общем-то, экспедиционный давим, который, если честно, находится достаточно далеко за рамками и интро, и бейсика, и фулки, и стейчки, и вообще всего, чего есть, то есть, вообще, это предел, то есть, это максимальный предел киевдарвина, который вообще может быть, это первопроходы, то есть, и я, естественно, пытаюсь людей, как бы, немножко, то есть, мне нужно сделать так, чтобы вы, вам это настолько классно и понравилось, чтобы вы еще приехали со мной, то есть, естественно, у меня здесь заинтересованность, естественно, прямая, то есть, во-первых, а я организатор, и как организатор, то есть, ну, я ныряю с вами, получается, потому что все мои расходы, они ложатся на вот этих вот участников, то есть, с этой стороны мне хорошо, я зарабатываю какие-то, пусть совсем небольшие, но и деньги, то есть, из-за того, что есть какие-то там дневные сборы за участие экспедиции, то есть, какая-то часть из этих сборов, она переходит ко мне, но здесь финансовая сторона, на самом деле, достаточно такая иллюзорная, ну, это не, скажем так, не возможность заработать денег, тут ничего толком не заработаешь, либо надо задирать дневные эти заплаты достаточно высоко, но здесь я могу заняться тем, что я люблю, понимаете, просто, и, допустим, я не какой-то миллионер, я не могу себе позволить летать каждые три месяца по экспедициям и за свои финансы их проводить, зато, когда набирается команда и делятся все мои вот эти вот затраты на всю команду, это не так много, я учу вас тому, что знаю я, вы получаете, грубо говоря, не просто на реалку, не просто экспедицию, вы получаете еще полноценный, как бы, курс, но за курс, в общем-то, вы не платите, то есть, получается, вы пользуетесь моими знаниями по максимуму, но за сам курс вы ничего не оплачиваете и только за счет того, что вы, значит, часть перенимаете на себя моего перелета проживания и оплачиваете свои эти сборы экспедиционные, которые всегда есть, потому что на экспедиционных сборах базируется вся экспедиция, потому что туда входят затраты на то, на то, на то, на то, там целый огромный список, на самом деле. То есть, и все, как говорится, здесь в плюсе, причем затраты на самом деле на подобную экспедицию, они не превышают поездки где-то на сафаринике, они обычно в пределах вот стандартной такой дайверской хорошей поездки, то есть, потому что, например, за пещерой с вас никто не будет брать какие-то дополнительные деньги, то есть, в Мексику вы поехали, там, за сенот заплати, за то заплати, за аренду снаряжения по максимуму заплати, тут же, здесь же такое, тут себестоимость, снаряжения, себестоимость забивки газа, себестоимость, грубо говоря, поездок, машины в прокат, ну, и есть вот дополнительные какие-то вот эти затраты на мой перелет, проживание и дневные сборы. В общем-то, это все достаточно, ну, нормально, бюджетно, под пассивом, грубо говоря, каждому, но зато это эксклюзив, который, ну, мало кто может предложить, в этом есть свой, как бы, естественно, прикол. Да, знание, золото, Игорь, действительно, это так, и я всегда тоже рад, когда я кому-то чего-то могу там показать, научить, или я сам могу показаться, научиться, потому что для меня каждая поездка, естественно, это возможность чему-то подчеркнуть информацию, понятная дело. Вот, Антон пишет, в Китае ушла минимум на первая неделя для того, чтобы вообще понять, как туда лезть, и это с фулкеймом, ребром и т.д. Да, но зато скиллы выросли просто гигантские для любого вид дайвинга, это правда цена, народ, если вы действительно любите нырять, да, это действительно так. То есть, я, естественно, как бы вам, когда буду что-то рассказывать, то есть, я вам автоматом выдаю информацию, которую, я сам ныряю так, то есть, я на своем опыте, как бы, достаточно у меня, ну, объемный, то есть, я пришел к чему-то, что для меня, естественно, считается, как бы, ну, оптимально. То есть, какие-то упражнения, скиллы, поведение, т.д. и т.п., я это передаю, то есть, вот свой уровень, который есть сейчас у меня, я его напрямую передаю вам дальше. То есть, вам не нужно тратить там эти 5000 погружений, да, которые, через которые я прошу, чтобы добиться вот этого, вот опыта, или вот этого, не знаю, уровня, да, на котором я сейчас нахожусь. Поэтому вам до моего уровня добраться, ну, как бы, не совсем до моего, но очень рядом с ним достаточно можно быстро, потому что я вам передаю, ну, вот, свой, свое нынешнее состояние дальше. То есть, все, что вам надо, это отработать скиллы, да, там, понять, что я вам рассказал, там, по снаряжению, там, я не знаю, и т.д. и т.п., после чего вы уже не так далеко, но там, конечно, чем ближе вы к моему уровню, тем больше вам надо будет часов, чтобы там подняться еще, еще на ступенечку выше, это понятно, потому что вы рано или поздно будете упираться просто в количество погружений, да, но нырять на очень высоком уровне, можно действительно, отучившись, скажем, там, пройдя курсы и съездив в одну-две экспедиции, вы будете просто реально очень хорошо нырять на очень высоком уровне. Окей, ребята, давайте, если у вас есть вопросы, вот я смотрю, там, людей как бы уменьшилось, наверное, кому-то уже надоело мои разглагольствования, наверное, я стал повторяться, наверное, все это стало просто тупо неинтересно, поэтому, если у вас есть вопросы, давайте, задавайте, Игорь, я понимаю, ты вообще, Игорь, ты молоток, тебе интересно все, ты такой заинтересованный в дайвинге, я люблю таких людей, которым вот интересно все, они будут значиться, им вся эта тема очень интересна, я молодец, что я тебе могу сказать. Да, ну, не придумываются вопросы, да, потому что, если ты не кеймер, наверное, чуть-чуть все специфично, поэтому у тебя бы куча вопросов появилась после какого-то курса или поездки, это понятно, да. Вот, ребята, ну, не знаю, сегодня, как бы мы укладываемся в час сорок, это тоже, в общем-то, неплохо, наверное, я говорю, долго говорить им не напряжено, и, наверное, вам слушать тяжело уже, то есть информация начинает ускальзывать. Мой вам совет, вот это уже наши вебинары потихонечку начинает закругляться, я еще, может, сделаю один-два вебинара отдельно, но я вам как бы такое от себя лично напутствие, вообще дайвинг это классная вещь, я могу вам сказать, я сам лично прошел через где-то четыре или пять раз, когда я думал, что все, мне дайвинг надоел, то есть я уже, ну, не знаю, я уже видел всех рыб, все кораллы, и на раках я был, в пещерах, вот какой-то приходит момент, когда ты понимаешь, что якобы тебе дайвинг перестал быть интересным. На самом деле это не так, на самом деле все это дальше будет вам интересным, а просто надо немножко расширить ваш горизонт, то есть если вы занимались как бы просто там кораллами рыбки, там на 20 метрах, ну, значит, сделайте какой-то чуть более глубокий курс, вам будет интересно, каждое погружение пытайтесь внести в какое-то упражнение, пытайтесь себя двигать чуть-чуть дальше, если, кстати, вам кажется, что пещера это что-то мега страшное, вы ошибаетесь сходу, пещера это не темное страшное место, это достаточно большие объемы, это светлый обычно известняк, это хорошо освещенная пещера, потому что мощные лампы, это не какие-то многочасовые погружения, потому что к ним нужно идти, это обычное погружение, которое длится не больше, чем стандартное, потому что вы лимитированы по газу, это здорово, потому что то, что вы увидите в пещере подводной, вы никогда не увидите в сухой, или что вы увидите в сухой, в которой побываете рядом с там, где вы ныряли, вы не увидите больше нигде, то есть, ну, это супер, мега интересно, поэтому, если вы думаете, что все, надо пора снаряжение продавать, потому что я уже все видео все знаю, погодите, и всегда есть куда двигаться дальше, вот. Сергей пишет, запись будет, а, в смысле, запись видео, да, запись видео будет, запись видео я пишу, я ее потом обработаю, и выставлю, не проблема, можно будет это все посмотреть, чтобы появились вопросы, надо вместе нырять, а так, тут дополнительный опыт, это супер, да, ну, не обязательно, на самом деле, но если бывает, как же, здесь же все просто, я бы слушал сейчас какого-нибудь кейф инструктора, и у меня бы возникли какие-то однозначно вопросы, но это из-за того, что я, наверное, хорошо знаком с темой, да, то есть, я бы начал спрашивать, ну, какие-то явно тонкости, которые меня бы заинтересовали, конечно, если не быть киевдайвером, или киевдайвером на начальном уровне, или киевдайвером, который, ну, ныряет, там, раз в году по пещерам, понятное дело, что экспедиционный дайвинг по пещерам, ну, это такое немножко за гранью, но, как бы, человек может где-то, даже не знаю, может как-то бояться спрашивать, я знаком, Евгений, не то, что я знаком, но, надо просто писать, я знаком, без всяких но, и просто спрашивать, не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы, и просто спрашивать, что интересно, потому что, вот, часто бывает так, честно скажу, от себя, особенно это бывает, вот, в таких серьезных поездках, люди приезжают, начинают друг на друга коситься, и думать, ну, я ни хера толком ничего не знаю, но, вот, мой сосед, он приехал, он же, он сейчас расскажет о себе, но мы же знакомимся, он рассказывает, что он прошел курсы в Орде, нырял в Мексике, в Штатах, и т.д. и т.п., и он вообще, наверное, такой опытный, ничего я спрашивать лучше не буду, чтобы не показать, какой я глупый, на самом деле, это просто изначально неправильно, чем больше вопросов задаете, никогда не бойтесь задавать вопросы, потому что, ну, у них рождается истина, иногда я сам не могу ответить, если на вопрос, то я начну ломать голову над этой проблематикой и постараюсь как-то вопрос с помощью интернета моих товарищей, кейфдайверов, инструкторов, или людей, которые ныряют в серьезное, как бы, погружение, как-то решить этот вопрос, потому что, возможно, он действительно интересен будет и мне. В общем, поэтому это такое, это общение на таком уже уровне, таком приятельско, как сказать, таким коллегиальным, невзирая на то, что вы не являетесь там каким-то супер-мега-кейфдайвер. То есть я так это смотрю, под таким углом. Вот. Окей, ребята, но, значит, давайте тогда, что я могу? Наверное, сейчас с вами только попрощаться. Мне было приятно, что у вас было, хотя бы вот сегодня было. Мартин пишет, Юля. А, Юля хочет знать, какая любимая пещера. Нет у меня любимой пещеры, нет, не будет, потому что каждая пещера, есть нелюбимые пещеры, они как бы меняются, есть пещеры, которые я не люблю. То есть у меня с этими пещерами явно связаны какие-то не очень приятные воспоминания, то есть некоторые прошли, некоторые нет, но любимой пещеры у меня как таковой нет. То есть у меня пещера даже, она может быть маленькая, какая-то узенькая, но уютная, да, может другая быть пещера, наоборот, огромная, не знаю, там, но менее уютная. В какой-то пещере у меня какие-то были проблемы, я, может, там, не знаю, застрял, мне эта пещера уже поэтому не нравится. В другой пещере какая-то заброска, которую, как я, как все ленивые люди, не хочет так очень вот добровольно делать, может мне не нравится, но в общем, но нету такого, что вот я, скорее у меня есть какой-то набор не самых мною любимых пещер, но любимой как таковой нету. Все, которые остальные, они все, значит, примерно плюс-минус одинаково мною любят. Вот. Но я, естественно, люблю, чтобы был эффект вау, чтобы я залез вот желательно в какую-то пещеру, где меня не было, и чтобы у меня отвисло челюсть. Вот это, вот это самое вообще, что классно может быть. Или я еще любитель, наверное, у меня такая есть авантюрная черта характера, я люблю лазить, где лазить в общем-то не надо, и делать то, что делать в общем-то наверное не очень нужно. люблю шариться, где шариться, наверное, тоже, наверное, не нужно. В общем, я люблю. Да, на Мальорке, Мальорка очень хорошо, Мальорке, да, там, Жень, действительно, там классные пещеры, там, да вообще везде, да, много очень есть мест, где, но я вам скажу так, от себя, зная как бы более или менее кейф-сайты, и если взять такую тенденцию, на самом деле, мой вам как бы такое напутствие, лучше, лучше Китая ничего не будет, потому что там, где мы ныряем, 500 тысяч квадратных километров карста, и еще другое немножко, это пещеры там образуются гигантские из-за того, что очень есть периоды осадков, и осадков очень обильные, то есть сами пустоты громадные, то есть если вы посмотрите какие-то вот самая большая пещера, самая глубокая пещера, самая-самая пещера, самый глубокий провал, это, соответственно, будет все вот в Юго-Восточной Азии, то есть это все вот эти массивы, которые значит перспектива, то есть это сама перспектива, хотя, естественно, есть в Штатах и в Мексике красивейшие пещеры на Багамах, красивейшие пещеры на Карибах, на Мальорке, красивейшие пещеры у меня, там, кстати, у товарища дайв-центр, и там и у него даже есть якобы с возможностью, я все не доеду, толком понырять в одной пещере, которая, по идее, считается закрыта, но он может в Мальорке, Евгений спрашивает, нет, не Дирк, нет, не Дирк, его зовут, его зовут Мишаэль, Баудах, у него фамилия, Мишаэль Баудах, и у него, блин, как дайв-центр называется, я потом посмотрю, я с интересом могу отдельно скинуть, вот у него тоже свой собственный дайв-центр, и он как-то меня там все зовет, но я как-то все не даету толком, ну, мне интересно, там одна определенная пещера на Мальорке, которая тоже мега супер, должна быть классная, и так далее, то есть, и это самое интересное, что это, что это недалеко здесь, это не Китай, куда там надо, сутки, то есть, ну, я не буду сейчас распространяться, потому что пещера не считается на данном этапе нырябельной, и туда лезть нельзя, поэтому я пока не буду распространяться. Вот, для начинающих, какие пещеры посоветуешь? Для начинающих пещеры, я посоветую, ну, точнее, не посоветую, вы лимитированы курсом большими пещерами, там, где можно плавать вдвоем, рядом, то есть, эта пещера уже можно понять, она достаточно объемная, то есть, это первое, она должна быть не маленькая размерами, достаточно протяженная, чтобы вы через 10 метров не развернулись, она должна быть мелкая, чтобы у вас был запас прочности, и желательно, чтобы сама порода известняка, она была светлая, вам это вот гипс ординская, это идеальный вариант, да и вообще ординская, как бы, в общем-то, во многих параметрах, исключая температуру воды, идеальная пещера, то есть, она мега легкая, она очень простая, она такая белоснежная, красивая, и вот в некоторых моментах она реально вот близка к идеалу пещеры, вот это из-за своих вот этих особенностей. На самом деле, по ординской тоже у меня там есть определенные мысли, когда-нибудь, возможно, я их воплощу, и это будет здорово. Вот. Евгений пишет, что да, здорово, и там, наверное, был, возможно, да, возможно, тогда ты понимаешь, о чем идет речь, и я вот хочу в эту вот пещеру. Окей, ребята, тогда, наверное, если у вас вопросов нету, Юра говорит спасибо, я говорю спасибо Юре обратно, Игорь, спасибо, и тебе спасибо, да и вообще вам всем спасибо, что вы заинтересовались этой темой, это значит, возможно, из вас рано или поздно появятся новые кейверы, потому что, или уже ваши кейверские способности будут больше, дальше, потому что спорт реально дико интересный, но он требует, конечно, определенных свойств характера, и это не пойти поиграть там в нарды, в шашки, это, конечно, это активный спорт, и людей, к сожалению, таких все меньше, все предпочитают все-таки отдых более такой цивилизованный, это на самом деле такая грустная тенденция, но, к счастью, она немножко такая волнообразная, то есть такая синусоида, которая, вот я если смотрю по годам, то она как-то, эта тенденция то вверх, то вниз, ну, я надеюсь, в ближайшее время это снова пойдет вверх, потому что сейчас пока, во всяком случае, что касается русскоязычного кейф-дайвинга, это немножко небольшое затишье такое идет, ну, если брать общую тенденцию, но это всегда так было, то есть рано или поздно это все пойдет заново наверх, я надеюсь, опять же, к сожалению, экспедиционная нырялка у русскоязычного, как населения сказать, да, неважно какая страна, к сожалению, не так развита, как у других стран, то есть не так много почему-то, вот, не знаю, наверное, потому что там в России, в Украине не так много там или в Белоруссии, Латвии, Эстонии, бывших странах СССР, не так много пещер обводненных, да, ну, не знаю, вот как-то так вот повелось. Окей, ну, финансы, да, подкачивать, я говорю, иногда не финансы, даже дело, просто люди как-то не привыкли вот к таким поездкам, вещам, не знаю. Окей, ребята, все, наверное, будем тогда потихонечку прощаться, я рад был вас всех увидеть, услышать, ну, и в ближайшее время я там выставлю, наверное, видео, и кто захочет, пересмотрит, и я сделаю анонс на следующие выходные, наверное, следующие выходные будут последними, в которых я буду проводить свои вебинары, если не будет ничего, там, ну, другого, если не захотите, ничего отдельного, не придумайте тему, которую я буду в состоянии провести. Все, ребята, тогда пока-пока и до связи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok